Крестянин, к кому мне еще обращаться? Я просил о помощи. Конечно, я не думал, что будет так, как оно стало. Я о чем угодно мог подумать, но только не об этом. Что он придет. А он пришел. И, то есть, я первый раз в жизни видел видение. Не умирая, не выходя из тела, находясь в теле, этими глазами, не теми глазами, а этими глазами. То есть, что произошло? Как будто стена передо мной, как будто бы исчезла вообще. И вместо нее я вижу яркий-яркий свет, ярчайший свет. Я целый месяц был в полумраке, лишь раз в сутки видел коридор, электрический свет. А здесь яркий свет, ярче, чем солнце, но не слепящий, совершенно не слепящий. И когда все закончилось, даже никакие зайчики перед глазами не бегали. То есть, как будто бы никакого повреждения там не было на глазах. И самое интересное, да, когда началось все это, началось когда, то я подумал, наверное, вот, ну, наверное, с ума сходу. Все, наверное. А еще как назло, как раз перед тем, когда заходили ко мне, офицер сказал, ты еще нормальный парень, еще ты ничего не тронулся? У меня такая мысль испугался, я думаю, что не дай бог. Как бы, если что-то такое начнется у меня. Вот. И когда началось, я думаю, вот, наверное, началось, наверное. Я реально вижу, стены не, просто нету стены. Все. Реально стены нету. Вдруг передо мной исчезла стена, и вместо нее я вижу яркий-яркий свет. Притом такой яркий. А я еще как художник был впечатлен очень сильно. Мысль плохая, что с ума сошел, наверное, быстро ушла. Потому что так хорошо стало, такое состояние хорошее. Этот свет, он не оставлял полтонов теней. Вот что интересно. Он проходил насквозь, и он не оставлял полтонов теней. Он, и он был теплым. И он согревал не снаружи, как обычный свет, а изнутри. Знаете, как сейчас в микроволновке есть, допустим? Да, вот что-то изнутри. Я был весь теплый сразу. Я промерз так за этот месяц, что это не передать. Просто как, ну, не знаю, как промороженный весь. Просто, ну, все. А здесь я был теплым. Кстати, когда ведение закончилось, я еще две недели там находился, я две недели был теплым. Я оттуда увольнялся, я увольнялся, освобождался, по сути, да. Значит, мой призов в это время, пока я был там в карцере, мой призов уже был дома уже весь. А я оставался в этом карцере. Значит, и должен был еще в дисбат еще. Оттуда прям идти в дисбат. Вот. А здесь меня освобождали из армии. Ну, я пришел только в часть. После этого, значит, ну, ладно. Только пообедать, значит, помыться, значит, пообедать, значит, и получить документы на руки. Меня до КПП проводили, и все. Уходя отсюда, короче, больше не появляется в части. И все, я, боже, я, как жена Лотова, помнил жену Лотова, я, значит, не оглядывался вообще. Не оборачивался даже. Шел, шел, шел. Думаю, сейчас окрикнут. Я же думал, сейчас посадят в дисбат меня. Я ждал провокации в любой момент, значит, но я поэтому шел, шел, даже не оборачивался. Даже верил и не верил своему счастью, что меня отпускает вообще. Вот, я не знал. Оказывается, тот офицер погиб, который меня вот хотел ногами вперед дембель устроить. Вот, но там потом слухи ходили, сказали, что вроде помогли ему погибнуть. Ну, не знаю, короче, там один бог только знает, что произошло тогда. Вот, но он утонул, и очень глупо утонул на пионерском пляже, чемпион по плаванию. Вообще, ну, нереальный момент такой вообще. Ну, ладно. И, знаете, в этом видении что я видел? Яркий свет, который меня согрел, он меня напоил, накормил этот свет, можно так выразиться. Вот, я выспался буквально за какие-то секунды этого света. Так что две недели я просто был в этом присутствии Бога. Уже не было видения, но был в этом присутствии. И в этом ярком свете был еще ярче вдруг свет. Хотя более яркого что-то в жизни я не мог себе представить даже. Вот, это ярче, чем солнце, ярче, чем все. И вдруг в этом свете еще ярче. Это, ну, вообще, просто непостижимо как. Еще ярче свет. И глаза не жмурил. Не больно было глазам абсолютно. И когда закончилось, не было. Оно как внезапно началось, так внезапно закончилось. И не было никаких зайчиков абсолютно. Даже никакого ослепления не было. Хотя я так подумал, что если бы в полумраке месяц, было бы ослепление какое-то. А здесь ярче еще свет. И там в духовном мире сразу понимаешь, кто и что, и почем. Я знал, что это Иисус. И он шел. И, ну, вроде как, ряса, не ряса. Но все такое из этого света. А он еще ярче. Самое интересное. И он улыбается, довольный. Знаете, как говорят? Довольный, как паровоз. Довольный, счастливый такой. Улыбается вообще. Я здесь стою, помираю. А он такой довольный такой вообще. Идет. И вроде как обняться хочет даже. А он чем ближе приближается, у меня не просто я согрелся. А свет меня согрел. А когда Иисус шел, он уже меня разогрел так, что я уже чуть не кипил уже. Знаете ли, вот как будто мои кишки все, да, вот поместили на паровую баню какую-то. Вот реально вот такое ощущение, как будто все кипит аж внутри. Закипаю. Но и сердце, как будто сейчас выплюну его просто вообще. Но не больно. А вот именно насколько вот это все. Обнимашки одним словом. Он уже близко уже. И чем ближе он подходит, у меня все аж кипит все внутри. А он еще улыбается весь вообще. И такой счастливый, довольный. И вот когда он уже дошел до, может быть, последний ряд уже был. Вот в этот момент что-то такое, как довольный или что-то такое. Не пойму до сих пор, как прозвучало это. Но все прекратилось. Но вот это присутствие обжигающее, кипящее, оно так и осталось. Я стою. Потом, знаете, что было? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 2 недели подряд. Я улыбался. Как гуэмплен, знаете. Растянулся. У меня вот эти... Когда я освобождался туда, у меня вот эти мышцы даже болели даже. Я потом только сообразил, что я 2 недели подряд улыбался. Они заходили и думали, что... Не-не, когда... Я понимал, что это серьезное учреждение, значит, да, что у меня вообще-то роль такая трагичная вообще-то в этом всем. Как бы отведена. И мне должно как бы страдать, в принципе, как бы, значит, да, а не улыбаться, как дурак. Поэтому, когда, значит, я уже слышал уже... Подходят. Там открыли дверь, там-там открыли. Сейчас карцеру подойдут уже. Я усилием воли заставлял себя, очень трудно, опять серьезное лицо сделать. Ну, думаю, надо как-то с ноткой трагизма как-то что-то изобразить, что мне здесь плохо, как-то, не знаю. Одним словом, ну, пока я не улыбался, как дурак, думаю, скажешь еще сумасшедшее еще. Поэтому я старался сделать серьезное лицо, но, видимо, плохо получалось. Потому что они, видимо, не верили, что я серьезно. Заходили, и уже, самое интересное, все поменялось. А раньше они заходили, как король, значит, офицер, значит, а здесь они как будто ко мне... Я босс как будто, они ко мне в офис заходят. Я пан директор. Они чувствовали тоже. А я еще, во-первых, я сдерживал себя, чтобы мне не улыбнуться, думаю. Когда они уходили, я снова расслаблялся, и снова улыбаюсь. Все. И могу до вечера еще сутки улыбаться. Вот смело, как бы, да, никто не заходит. Вот, значит, и, представляете, значит, и я еще сдерживал себя усилием воли, еле себя сдерживал. Знаете, чтобы мне стоять, чтобы мне не кинуться, не обнять кого-то. Мне так хотелось обнять этого офицера, чтобы почувствовал все это. Но, я думаю, они и так чувствовали. Они и так чувствовали, потому что заходили чуть не робко. Вот, они вооруженные, я безоруженно стою, без ничего. они боятся меня. Видно, что боятся. Вот, значит, и даже мой доклад не выслушивали, и я не мог бы даже доклад сделать, честно говоря. Потому что, ну, о чем докладывать, во-первых. Во-вторых, я мог бы снова начать улыбаться, потому что я так еле держал себя, чтобы не улыбаться. И, значит, они уходили. А, Журавлев, у тебя есть постоянка, что ли, что-то такое, говорили, и возвращали, и уходили, все, и закрывали, И вот, они уходили, я снова улыбался, значит, одним словом, две недели подряд в этом присутствии Бога, я не харкал. Знаете, перед тем, я стал харкать кровью уже, значит, а здесь, ну, плохой признак очень даже, да, месяц дышать хлором, значит, там, в холоде, в голоде, там, все, вот, значит, а здесь я, все был исцелен, по сути, потому что, ну, я вообще дышал нормально, все, был теплым, не остывал, 2-4 сутки, 7 дней в неделю, 2 недели подряд, не остывал, мое тело было довольно настолько, что лучше, если не представишь, вот, как будто я хорошо поел, поспал, отдохнул, был теплее, где-то там, вообще, тело было довольно, вообще, по максимуму, вообще, максимально удовлетворено было, тело даже, вот, а про душу, и дух вообще даже молчу, даже, просто ликовал, вот, иногда, правда, дьявол пытался своих 5 копеек вставить, значит, но некуда было вставлять, потому что, знаете, как Хаттабыч, там, раз, сделал будку, а некуда, там, бросать, карту, вот, он пытался вставить, а не получается, мысль такую, пытался мне пробить меня, значит, такой мыслью, иногда так, раз, а что если, вот, в дисбат, а дисбат, дембель ногами вперед, там, и как только это пытался, мысль бабац, ко мне, у меня тут же отскакивала мысль такая, другая, слава Богу, если вот с таким Иисусом, даже в ад тебя отправь, это рай, вот реально, я думаю, если вот с таким Иисусом, даже ад, это будет рай просто вообще, и все, и поэтому, значит, даже у дьявола не получилось даже своих вставить, даже, какую-то мыслишку, даже, она сразу отскакивала, бац, и все, и все, значит, и вот, такое было свидетельство, то есть, это было первое в жизни, мое, мое такое видение, когда я видел, вот, Господа, не выходя из тела, находясь в теле, хотя сейчас, спустя годы, я думаю, может, это было и вне тела уже, ну, короче, трудно сказать, потому что был, уже момент такой был, что, в принципе, я уже был уже, ну, все уже, ну, по сути, покойник уже почти, вот, готовый, но, вот Господь дал чудо, да, и я был теплым, кстати, когда оттуда уходил, значит, да, я говорю, значит, с карцера, да, я был теплым, там даже меня это, ну, не могли понять, в чем дело вообще, я теплый был, второй раз, это было уже в Киеве, ведение, при других обстоятельствах со всеми, это было перед началом служения, такого реформаторского православного, а третий раз было вот здесь, вот, в Киеве, тоже перед началом служения, в нашем собрании, я извиняюсь, немного свидетельствия сегодня, тоже, но я видел ангелов, впервые в жизни своей, тоже, не выходя из тела, находясь в теле, я просто приехал пораньше, значит, очень рано даже приехал, до сих пор не знаю, почему так я рано приехал, вот, за два с половиной часа до начала служения, и никого понятного дела не было, значит, и у меня, но я поехал, думаю, молился, и вот прям, позыв ехать, ну ладно, я поехал, думаю, помолюсь, значит, там, в принципе, перед собранием там, хотя я обычным домом молюсь, а это думаю, там помолюсь, а потом созрела мысль по дороге, может, прибраться там, как раз, для меня честь будет, вот, там, помыть полы, все, прибраться, значит, пока, значит, задолго до всех там, хорошо, вот, самое интересное, на вахте, там, ключи взял, значит, там обычно все время с вечера оставляют бардак, а это, мы арендуем помещение, а это все прибрано, стульчики расставлены, это тоже было чудо, кстати, ну ладно, вот, ну ладно, все уже готово, интересно, вот, значит, установил там камеру сзади, вышел вперед, думаю, помолюсь, зал пустой, вот, значит, думаю, ну, помолюсь, и немного так, чуть тоскливо, чуть стало, думаю, вот, жалко, никого нету, сейчас хотя бы, вот, отец Алексей пришел бы, кто-то из братьев, сейчас бы вместе начали, помолились бы вдвоем, втроем хотя бы, здесь один сейчас, ну, как-то хочется с кем-то, хоть сейчас помолиться, но, иногда есть такое желание, с кем-то помолиться, и представляете, значит, и вдруг вижу, что зал-то полный, пустой зал, и вдруг вижу, что он полный зал, то есть, все стульчики, не было ни одного места свободного, весь зал полный, я опешил даже поначалу, вот, я вижу, вот, как вас сейчас вижу, видел ангелов, это был полный зал, и они стояли, возле этих, каждый этих возле стульчиков, они стоя, стоя, стоя стояли, некоторых видел, чуть, как бы, знаете, как вот человек-невидимка, только вот облитый водой, как бы, что-то такое, ну, светом, светом каким-то, полупрозрачным, некоторых видел отчетливо, которые осуществляются с этой стороны, были от меня, я опешил, и, думаю, немного растерялся, и это же было без всякого предупреждения, значит, я, значит, понимаете ли, попытался сделать вид, что я ничего не вижу, я испугался, но было поздно, они заметили, первые секунды они не видели, а потом, вот с этой стороны, как раз, они приметили, что я их увидел, и у них информация сразу передается, они все поняли, что я их вижу, они на меня установили, уставились на меня, я понял, бесполезно изображать вид, что я их не вижу, я их вижу, они меня видят, и они видят, что я их вижу, короче, вот история, вот я влип, да не просто маги и ангелы, а вот целое собрание, а я один здесь, ну, вы же хотели побольше, да, но я же не думал, что это будут такие товарищи, такие, ну, ладно, короче, полный зал, значит, и все на меня уставились, и у меня, и страшно, и одновременно, и непонятно, короче, я им сказал, первый раз в жизни обращался к ангелам, видя их, значит, и, значит, сказал им, что, я даже не помню, что я там сказал, ну, короче, им понравилось, но я сказал, типа, того, что давайте, ну, как бы, прославим Бога, что-то прославим Господа, что-то такое, сказал, они такие, они так улыбались, вообще, такие очень улыбчивые, знаете, такие, такие довольные, а здесь еще больше, там аж расстрелили, вообще, и, значит, и руки так поднимают, тоже, думаю, ну, все, наши, как бы, раз Бога славят, значит, все нормально, последние мои рассеялись, ну, мало ли, ну, все-таки, кто его знает, вообще, засланные, казачки, вот, и, ну, наши, все, славит Бога, короче, я тоже руки поднимаю, молюсь, все, классно, вообще, я думал, прошло пару минут, ну, минут пять, может быть, от силы, оказывается, прошло больше двух часов, реально, я потерялся во времени, потому что, как, я видел все, силуэтами, видел, светлыми такими силуэтами, уже меньше, меньше их вижу, но, я даже не обращал на них внимания, я просто был поглощен, просто, вот, молитвы, поклонения Богу, просто славил Бога, и вижу, они тоже руки там, видел их, они вот славили так Бога, вот, значит, и все классно, я уже на них внимания не обращал, просто проще к Богу, и здесь отец Алексей как раз пришел, он пришел где-то минут за двадцать до начала служения, получается, до нашего времени арендного-то, собственно, значит, и, ну, за полчаса, может быть, я сейчас не помню точно, один из словом больше двух часов пролетел, оказывается, и он заходит, и весь такой, немного перепуганный, а что здесь произошло, что здесь, а у нас, у нас очень-то чувствителен к Духу Святому, вот, и очень хороший батюш такой, очень хороший священник, и, а я не говорю ему, я даже не знаю, как это рассказать, и говорю, а что, он говорит, здесь как будто какое-то служение было, значит, я не знаю, что-то такое, как киселька, я даже прохожу, прям физически чувствую, что-то здесь вот как бы вот как густо, говорю, а нас здесь много, короче, рассказал ему, ну, у меня, говорит, шерсть дыбом, всякое, короче, чувствую, да, здесь Бога, короче, вот так вот, оказывается, это не пару минут, не пять минут прошло, оказывается, больше двух часов прошло, во времени, прям как дара такая во времени, просто, просто, и в этом словослове, в этой хвале Бога, вот так вот, поэтому, с того времени, с весны этого года, когда в пятницу вечером я пою, приветствие ангелам, пятничное такое у нас есть, шаббатное такое, в эту пятницу тоже подключаемся, когда я не дома, то семья, жена, дети могут вот как раз вот так вот онлайн, там раз делаем, они подключаются тоже, вместе молимся, когда пою, теперь я уже вспоминаю вот их улыбки, и мне даже серьезно, трудно мне петь им приветствие, честно говоря, вот, вот эта песня, приветствие, знаете, да, ангелам, там нет молитвы ангелам, там нет, как вот, к сожалению, в православии традиционном, да, католицизме, там есть молитва ангелам, именно, да, но это неправильно, они не посредники к Богу, они не ходатые, они не, это не их функция совершенно, они служебные духи, да, они действительно классные, прекрасные, хорошие, да, но служители Бога, да, но они тоже тому же Богу служат, что и мы служим, да, вот у них есть свои функции, да, у них разные народы, у них тоже свои, разные наречия свои, там у них целые миры ангельские, мы просто до конца не знаем этого, но некоторые писания ангелов в Библии, они вообще просто шокируют, просто вообще, это не, в наш ум не влазит даже, как это можно вот так вот выглядеть, допустим, ну ладно, у них вот свое, свое внешнее, свои расы какие-то ангельские, будем так говорить, есть, а предназначение,